Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 866. Событие дня. Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 19 стих. «А они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Наталья Чернова. Ну, на нее тут скидывают всякую пакость, мерзость. Ну, такие люди находятся, которые за мной гоняются, что-то узнают. И пакость всякую скидывает. Она пишет, «Я не стала все это вам скидывать, чтобы не огорчились вы. Я на все это смотрю спокойно и в пустой разговор не включаюсь. А сейчас добавила его в черный список, кто нападает там на меня. У них одно только. Я их называю синдром падшего демона. Сам погиб, сброшен с неба, и теперь трудятся, чтобы других погубить. Больше ничего нет. Я это исследовал. А у них ничего нет. Исследуют мою жизнь. Да самый, как Давид говорит, да самый потаенный везде. А почему? У меня повторяют 21 тысяча фотографий. Там все есть, что хочешь можно взять. Я ничего не скрываю. Все документы, паспорт, свидетельство о венчании. Ну, какое только что есть. Все выставлено. Потом вы вспоминайте. Найдите еще такое открытое, что было где. Какие бриты там, документы об освобождении из лагеря. Ну, то другое. Где жил, где работал, трудовая. Все выставлено. А зачем? Ну, мое право это зачем? Чтобы доказать вам, что можно жить открыто и никого не бояться. А это возможно только тогда, когда ты знаешь, что за тобой ничего нет. Что бы я выставлял-то? А они теперь берут из моих книг, какую мне давали характеристику, когда была психиатрическая экспертиза. В Кемерово был я, в армии, когда я уверовал, что... Они ничего не понимают. Не понимают. Даже если я говорю, я во флоте служил, а потом в ракетных войсках. Как это так? Ну, так. Это момент, когда была реорганизация. Многие уволены при Хрущеве. Это уже не сегодня было. Это 61-е, 60-е годы. 60-е. Ну, и вот так и есть. Учебку проходили. Моряками были. А потом, пошло время, образованы были ракетные войска. Маршал Неделин был. Он погиб при запуске ракеты. Там она взорвалась. Одну звезду и погонщик нашли только от него. Вот. Поэтому мы в строю стояли. Ну, всякие разные матросы. И только артиллеристов не было. Набирали всех, у кого было какое-то еще образование. Выше 10 классов. Вот по каким признакам? Ну, разные-разные. Техникуми там с институтом где-то. Ну, они понимали, ракетные войска – это очень... Надо высокий уровень быть. А какие я наберу дальше? Мы первые знали о каждом спутнике. Служили все в станции единого времени. Петропавловск-Камчатке был. Потом перевели Николаевск на Амуре. И вот они смотрят, не могут сопоставить. Как это? Что это? Из советской ли армии? Или во флоте был? Или где? Где я учился? Училище-то... Где оно? В Риге. А экзамены в другом городе сдавал. И туда присылают документы. Заочное, обучение. Ты даже этого не понимаешь. Ой-ой-ой. А охота исследовать. В моей биографии вы ничего не найдете. Меня исследовала не кто-то, а МГБ. КГБ. Не один раз. До, наверное, до 10-го колена. Ничего не нашли. Ни одной строчки лжи. Выступал отец Геннадий Фаст. И говорит, вот у православных есть такое ложь во спасение. Где-то сказать, когда кого-то спасаешь. Но Игнатий и здесь придерживается той точки. Лучше погибнуть, чем солгать. Вот так. Так что, ну что могу? Пожалеть только. Напрасно тратить и время. А Наталья, видишь, говорит, я занесла его в черный список. Кто он такой? Я думаю, что и девчонки, которых он донимает. Это Валентина Сартисон, кому скидывает они. Они ничем не занимаются, эти люди. Не свернут с пути истинного. А вы наш маяк. И мы держим курс на вас. Вот так. Курс на вас. А почему еще вы свет миру? Город на вершине горы. Они сейчас за это. Ой, гуру, гуру, гуру. Гуру как голуби воркают вокруг меня. Гуру – это учитель, это достижение быть гуру. Беспрекословное подчинение, из-за уважения, не из-за страха. От вас действительно идет истина. Слава Иисусу Христу. Вот так. Вот тут что-то и надо смотреть. Тарахиль. Спаси Христос, Отец Игнатий. Книгу к истинному православию. Это моя книга. Она была у нас. Я, как от вас приехала, принесла показать на воскресной школе. Наш батюшка попросил ее посчитать. Ну и до сих пор не возвращает. Последний раз я опять прошу его вернуть. А он отшучивается и говорит, вы поедете к Лапкину, и он вам еще даст. Вот так вот. А я вам говорю, что я сама еще не считала никак. Я далее пишу. Еще раз пройдусь по нашей переписке с ДС. Не хочу даже называть их. Они помирают от страха. В Ворде. Это около 324 страниц. При шрифте 16 и 100 процентов. Уберу не относящиеся к нам. О ком-то там мы разговариваем с этим. О болящих. И прочее. Был там разговор-то. А остальное, без прибавки единой буквы, пришлю вам уже на этой неделе. Так думаю. Там есть что послушать. И потом можно будет дать на пользу весьма многим. То есть, в свои ролики с ними беседовал со священником одним. Девять роликов. Воруют или через администрацию, или ломают. Ничего не могу сказать. Даже не знаю, как они проникают везде. Валентина Сортиссон украли. У меня стерли. И притом нете только. Но это что, по-божески? Это воры. Самые настоящие воры. А вор Царствия Божия не наследует. Конечно, этот материал неотразимо покажет трусость и корысть. Корысть и трусость. И вот дальше показано. Занятия по Новому Завету. Д.С. Там у них идут. По моей книге. Вы знаете, видимо, что с одним священником Московской Патриархии Д.С. Инициалы. Мы были в хороших отношениях. Но по причине его все ушло на слом. Кто-то удалять наши с ним девять сохранившихся бесед стал. И страшно поносит путь Господень, нападая на меня. И стал тем же духом травить всюду. Вот часть нашей с ним переписки. И сами видеоролики, не раз почищенные кем-то. Нельзя ли это как-то составить, чтобы истинного сияло? И все от того, что в подобных из особой среды животолюбцев нет истинной христовой веры. Нет истинного страха Божия. Нет истинного понятия о смерти и о страшном суде Божьем. Вот этот материал Серафима Роза можно насчитать одним файлом. Это я пишу уже Никите. Вырос с выражением, с пониманием и желанием жить по-лучшему. Рустам. Мир вам. Спаси Господи, Игнатий Тихонович. Квартиру старый продал. По генеральной доверенности. Деньги отдал маме. Теперь уже прописан по другому адресу. До крещения, да, подбросил физиологическую занозу мне. Но я уверен, что крещение это все исправит. И будет все хорошо. Слава Христу! Руслан Аббасов. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, что вы поделились своими стихами. Очень впечатляет. Ведь с большой духовностью они написаны. Они мои эти... Собираются у них там благовесть называется. Там студия какая-то. Сидят в наушниках из-за океана. Им помогает такой же не имеющий страха Божий человек. И они меня там промывают. А еще изменилось. Ничего не изменилось. У меня материал у моря. Вот каждый день я ставлю 13, 15, 23 иногда ролика. Каждый день. У них ничего нету этого. Нету. Вот, пожалуйста, пишет Аббасов. Вы поделились своими стихами. Я благодаря именно вам и вашим проповедям пришел к истинному православию. И так много блудил по разным сектам и ересям. И, наверное, до сих пор бы блудил по сектам, если бы не встретил на просторах интернета такого ревностного проповедника, как вы. Ну, вот и все. Ну, такое вы получите от кого-то. Это на суде Божьем будет явлено. От какой умопомешательства? Я 55 лет направляю людей в патриархию, где... А проехали-то немало мы. От Владивостока до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. Ну, это всему миру известно-то. Вот. И они говорят, а это он специально их к нам направляет, чтобы изнутри разрушать. Там нечего разрушать. Как говорит архимандрит экономцев Иоанн, говорит, что народ тупой. Ну, вот как вот слепорожденные, когда сказали, ты лючишь нас, родился во грехах. Так вот вы такие и есть. Сергей, парализованный город Воронеж. Я-то взял, мы с этим священником знакомы, хорошее отношение было. Он меня нашел. То не я его нашел. Он меня. Переписывались. Мы переписывались ни день, ни два. Вот. И вдруг он понял, что что-то не так. Вы присылаете текстовые файлы, Сергей говорит. Они в такой кодировке. Текста-то нет, они знаки. И вот показывают. Я отвечаю. Почему? Я же и другим послал. И везде открылся полный текст с предисловием. Может быть, программы у вас нет такой? А материал-то 300, там, с чем, страниц. Он, кстати, тогда Сергей говорит, мне перешлите тогда это, если можно, по отдельности. Просто в Ворде, в раскрытом-то. Я пишу, нет, это по две страницы посылать. Да оно не получится даже. По две-то. Вот. 160 заходов сделать. Помереть можно с тоски. Если у вас нет программы на чтение посылаемых записей в Ворде, по скайпу, я Сергею отвечаю парализованному, тогда утром начну скидывать по частям тут. Это будет много оторванных доскутков, которые нужно будет вам соединять, чтобы сделать несколько прекрасных видеороликов, как вы умеете прекрасно и талантливо делать. Сергей Козлов. Игнатий Тихонович, просьба, насчитайте ради Христа сумасшедший офицер. Хочу сделать ролик. Господь так хочет. Я отвечаю. Так это уже и тут и начитано, Никита и Колесников. У меня и нет этого офицера. Да и какой я уж чтец. Девять лет тому назад при создании нашего сайта во свете Библии было уже написано на нем так. Данная запись сделана в конце 70-х, начале 80-х годов на катушечных магнитофонах. С большим трудом были сохранены от обысков КГБ. Магнитную ленту необходимо два раза в год прокручивать, снимая магнитное напряжение. Данные записи более 30 лет хранились неприкасаемые в разных местах. Прятали под землей, в сырости, при 40-градусном морозе попадали в пожар. Ой, летняя вся жара. Это в большинстве своем не оригиналы, а всего лишь копии. Оригиналы сгинули в КГБ и прокуратуре. В КГБ многое размагничивали и отрезали концы пленок по нескольку метров. Но нашлись и неповрежденные оригиналы, с которых и сделана данная цифровка. Просим сообщить нам о выявленных дефектах записи по нашему адресу. Да послужат эти записи к спасению души и утверждению православной веры. Это на нашем сайте, так написано. Сейчас могу даже показать. Вот, смотрите, наш сайт. Вот он какой. Сайт называется «Во свете Библии» – православный библейский сайт. И вот здесь, вот оно, то, что я сейчас читал, вот оно здесь, здесь. Какие тут что есть, я начитываю. Вот, и сейчас я начну дальше у себя. Я перекопировал туда к себе, чтобы можно было считать. Самое лучшее, что можно сделать для улучшения качества звука – это насчитать эти книги заново, уже на компьютере. Я к этому не способен. 10 июня 2029 года мне исполняется 70 лет. Ну, а сегодня-то уже 9 лет прошло, 78. Вот осталось-то еще меньше, чем полтора месяца, и мне будет 79. Есть четыре причины, мешающие переначитыванию этих книг на компьютер. Первое – сильно ослаблено зрение. За 8 лет провел за компьютером около 25 тысяч часов. За 9 часов – более 30 тысяч. Второе – испорчены бронхи и голосовые связки в морозилках тюрьмы. Третье – не хватает зубов, шипи-лявлю. Четвертое – слабослышащий. Диктор должен хорошо слышать свой голос. Я сделал все, что мог. Обращаюсь ко всем слушателям. Поищите новых тружеников, перенасчитать данную фонотеку. Ну, а много ли это или мало? Ну, сами умножайте. 200 катушек. Каждая катушка 8 часов 20 минут. Ну, дважды 8, даже 10. Уже тысячу, ну, около двух тысяч с половиной даже совсем вместе. Лапкин, 27 марта 2009 года. Итак, нужен ли вам такой чтец? Это я к Сергею говорю Козлову. Если совсем уж никак, то, конечно, придется брать меня на работу таким, как есть. Я же не скрыл своих недостатков-то на должность чтеца. Тогда и требования к такому адрота на пашне. Пусть уж будут пониже нормы. Мне нужно точно знать текст офицера, где он, чтобы не молотить зряшно от и до. Ну, я нашел, ну, все ли там так, как есть. Это через Никиту Колесникова узнали. Это я и материал этого Спиридона не считал. Ну, вот так получилось. Вот так, здесь можно слушать. Считает Никита Колесников. Показать наши ресурсы. Вот мой мир. Тут, наверное, у нас есть тут контрольная. Я с голубем. Там не надо здесь заходить. Тут можно установить связь и прочее. И ленточный форум. Тут 1600 тем. Посещает немного люди-то. Вот здесь. Так что-то распоясавшись под хулиганова Русь. О-о-о-о. Вот он, офицер. Его насчитывает. Никита насчитывает хорошо. Мне нравится. Ну, вот, просят пересчитать. Почему, еще не знаю. Сумасшедший офицер. В палате. Слушайте команду. Ах, черт возьми. Все солдаты лежат на земле мертвыми. О, ужас. Немцы наступают. Все время мы все голодные. У всех на ногах. Вот эту войну-то начал не Вильгельм, а батюшка. Как он звал отец, батюшка. Николай II. Вильгельм-то брат его жены. Александр Федорович Алисы. Как раз говорил, что не дело мобилизации, Николай. Не надо. Мобилизация, значит, это подготовка к войне. И воевали-то все где-то. За границей. Россия так привыкла. Теперь на ее территории будет все. И гражданское, и убийство. И что это? Я не боюсь никого-то дома, не боишься. Но я сейчас прослушал. Я раньше не считал одно Спиридона. Этого я знал. Он среди бурят там проповедовал. Кисляков, кажется, его фамилия. Ну, вот так Сергей просит. Что здесь сказать? Надо вернуться назад к нашему. Это православный видеоканал. Открытый боком во свете Библии. Вот сколько здесь. 18 924 подписчика. 18 миллионов. 18 247 просмотров. Ну, а по сети Библии я уже говорил. Вот здесь. И самое ценное, я считаю, во всем. Это 4 124 ответа по темам. Это которые я давал в школах. 13 примерно школ. В 5 институтах, университетах. Во всех техникумах. 3 радиопрограммы вел. На заводах, на фабриках. Во всех отделах милиции, краевом управлении. И городском. И во всех воинских частях. И нет предприятий. Хлебозаводы, тюрьмы, лагеря. Везде, везде, везде. Меня возили. Я проповедовал. Начало перестройки. Ну, вот так. Вот отсюда теперь. Вот видите, 55 папок. 4 624 ответа. И когда у нас меньше здесь, я время потратил. Надо хотя бы с полчаса. Чтобы прошло. Так вот здесь. Сейчас я прочитаю. Папка «Дети» про детей. Вот я вытаскиваю один вопрос. 1297, 4 том, открытым оком. Если человек живет для детей, то это хорошо или плохо? Ответ. Неверующему человеку этот вопрос понятен. Поднять детей на ноги, дать им хорошее образование, завести им машины, дома, устроить на должность, с хорошим окладом женить. Если жить для того, для этого-то, то не стоит и жить. Какая разница? Все равно все мы смертные. Сирахов, 41, 7, 9. Я говорю, что уже заранее это было у меня приготовлено. В Аде нет исследования времени жизни. Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с несчастивыми. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Сирахов, 64, тут нужно сказать, на один номер, может быть, 15, потому что это интернетная версия. Лучше умереть бездетно, нежели иметь детей нечестивых. Матфея, 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Если же этот вопрос понимать по-христиански, что жить для детей значит привести их на небо, то это высокая и благородная цель. Мать сыновей Маковейских так сумела их воспитать, что они, приняв неописуемые мучения, не отреклись от отечественских обычаев и не нарушили законы Моисеева. 2 Маковейская, 7 глава, Исайя 8, 18. Видите, этот вопрос, и сколько мест Писания я открываю им. Ни один из тех, которые сегодня священники, не делает никто. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и признаменование в Израиле от Господа Саввого, живущего на горе Севное, Сионе. Вот какими словами должен быть увенчан путь человека, имеющего детей. Блажен человек, имеющий верующих детей. Таких, как Блаженный Августин и Святой Моники, Климент Анкирский и Фросини. Ну, сегодня скажи, кто такие? Ну, кто такие? Были такие? Дальше. Еще возьму один. Дети. Вопрос. Вопрос 1296, четвертый том, открытым оком. На прошлом занятии вы говорили, что дети склонны к козлу. А как же тогда слова Христа? Матфея 18, 3. То есть у нас на занятиях в университетах были люди, уже знающие Писание, приходили, учились сразу. И сказал, истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Ответ. Это всего лишь сравнение с определенными качествами, свойственными детям. Притом детям не интернатским, не советским пионерам или октябрятам, а детям, которые от утробы матери получали навык жизни в истинной вере, а мальчики были все обрезанные. О том, что дети во грехах, сама Библия говорит нам об этом. А та книга Иова, 14 глава, 4 стих. Кто родится чистым, а че чистого? Не один. Дети очень злые, издеваются и над слепым, и над хромым, и передразнивают их. Что интересно, когда открываешь Библию, то люди понимают вопрос точный. Поэтому они пришли не ко мне, люди-то. Зачем много говорить своих слов-то? 4 Сар 2, 23-24. И пошел он оттуда в Ефииль. Когда он шел в дорогу, и малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему, «Иди, Плешивый! Иди, Плешивый!» Он оглянулся от Елисей и увидел их. И проклял их именем Господнем. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Не 42 медведицы, а только две. В «Житиях святых» мы встречаем про детей. 29 марта. Марк Епископ. Дети резали ножами его. 20 июля. Семен Еродик. Дети бросали в него камнями. Что, добрые? 22 ноября. Архип. Дети кололи ножами. Вот спроси любого священника, который-то уступает Смирнов по порядку и Ткачев. Они покажут это Осипову. Заранее скажу, не покажут. Они просто не знают. Я занимался много житиями-то. Но у них образования, у меня-то нету, поэтому я на свою неграмотность вот эти данные даю. А что вы творяли советские пионеры в своих домах-то? Возьмите того же Павлика Морозова с братом, предавшим самых близких людей, заботившихся об их жизни. Ну и Давид об этом прямо говорит. Псалом, 57 стих. Вот я в беззаконии, из-за чьего-то в грехе родила меня мать моя. А сестры стали комсомолки. Такая гадость, просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки. Сергей Александрович Есенин. Ну вот такие дети. Еще можем один вопросик просчитать. Вопрос 898, второй том открытым оком. Слышали, что блокаду, то есть гонение с детского лагеря Стана снял Шойхет Яков Нахманович. Так ли это? Это замгубернатора Алтайского края. Ответ. Действительно, Шойхет приезжал с целой комиссией и с тех пор нас не трогают. Вот как их переезд описывает воспитатель Савченко Виктор Николаевич. Понятно, это все документы у меня, все сохраненное. Какое разнообразие Бог дает. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Второе Тимофея, 2.23. Состав комиссии Шойхет Яков Нахманович, Салдан, Игорь, главврач с санэпидемстанции, замглавврача Хорошев, Смирнов, Геннадий Евграфович, главный врач санэпидемстанции села Мамонтовского района, Петренко, главный идеолог Компартии, еще при СССР был у них краевого масштаба, Митилев Петр, глава Федорович администрации района Мамонтовского, Старчиков, глава администрации Кочинского СССР, вот сколько их было. Приятное впечатление произвел Шойхет Яков Нахманович. Еврей, представьте себе, он у меня когда-то операции. Я присутствовал на некоторых беседах Игнатия Тихоновича с Яковом Нахмановичем. Игнатий Тихонович показывал лагерь Стана и все, что относится к нему, вигвам, колодец, огород, пирс, пруд, баню, Шойхет. Нахманович проявлял интерес, расспрашивал, не подходил ко всему виденному предвзято, как другие члены комиссии-то. Видно, что это человек образованный, порядочный, добрый. Вот на меня, о, вы еврейские, там, порадался я евреям, что так отзываюсь. Но он такой и есть. Расспрашивая о лагере, можно сказать, исследуя увиденное, он в итоге сделал заключение. Лагерь уникален, нужно помогать, со слов Игнатия Тихоновича Лапкина. У других членов комиссии была как бы пелена на глазах. Они не видели ни уникальности лагеря Стана, ни той цели, которой преследует начальник лагеря Стана и его помощники. Вспоминаются слова Христа. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Яна 10.10. Вот в этой фразе Господа заложена или показана, по-моему, вся характеристика той цели, которую преследуют эти чуждые христианству люди. Они следят за нормами, калориями, за энергетическими ценностями и за другим смотрят бдительно. Напоминают фарисеи, в ревностно смотрящих на Господа. Следят за омовением рук, столов, скамеек, нормы, правила, инструкции, но не смотрят на души. Да и не могут смотреть, ибо сами являются мертвецами. Хотят украсть детей, а потом погубить. Лицемеры. «Горе вам!» – говорил Христос, и мы должны сказать «Аминь». На некоторых беседах я присутствовал. Около келей, которые соединяются с вещевым складом, стояли следующие лица. Солдан, Хорошев, Смирнов. Позже подошел Петренко, отец Аким, я, Татьяна, Кузьминишин, Капустин. Она принесла меню показывать Солдану. Солдану это меню не понравилось. Это вы сейчас за пять минут написали. Нужно делать как положено. Это не дословно, но приблизительно. И еще я два года назад помогал вам, а теперь не буду, Смирнов. Должны указывать калории. Ребятишки таскают камни. Подошла Любовь Николаевна. Вера Федоровна, врачи. Любовь Николаевна беседовала с Хорошевым, показывала аптечку. Хорошева эта аптечка не удовлетворила. «Такая аптечка в любом автомобиле», – высокомерно заявил он. «Да к нам это не требуется, дети-то не болеют». Практически не потребовалось за 45 лет по-настоящему. Ну, было там, комар укусит. Разговор зашел о раннем подъеме. Капустина, Татьяна Кузьминична. «Вы поживите с неделю в лагере», – сказала солдану. Солдан, поживите. В пять вставать, камни таскать. Какие камни, непонятно. Подъем должен быть в семь часов, отец Аким. «У нас в семье было 10 ребятишек. Вставали всегда рано, работали. Вот я на покосе. Если рано встану, то нахожу больше стены». Солдан перебивал батюшку. «Я говорю о ребятишках. Я сказал, у нас график передвижной. Опрашиваем мнение детей, высыпаются ли или нет. Вот сегодня встали в шесть часов по просьбе детей». В ответ молчание. На лицах презрение, надменность, насмешки. Солдан, покажите мне второй комплект белья. Вот сегодня постирали вы белье. На чем будут спать дети, отец Аким? «Да оно за два часа высохнет». Другой разговор. Игнатий Тихонович рассказывал Шойхуту о покосах. Подвел к Вигваму, где костер с картофелем. Показывает колодец. Я открыл, почерпнул воды ведром. Рядом Смирнова, Метелев, Игнатий Тихонович предлагает попить. Пьет Шойхет. Вода очень понравилась ему. Пьет Метелев. Говорит, что местная самодельная станция обследовала воду. Пробу брала. Вода чистая. Смирнов отказался пить. Из одной посуды или сосуда, сказал он, пьете-то. А если кто-то заразный? От Вигвама до огорода я шел с Метелевым и беседовал. Рассказал ему о том, как строго смотрим за детьми. Идем купаться. Старший входит в воду первый. Проверяет место купания. А вдруг кто-то что-то оставил. Специально или не специально. Надо узнать. Метелев говорит. Да кто будет тут навредить-то на таком пруду? Приближенно так. Я. Да вот недавно приходил какой-то человек. И в прошлом году, и в позапрошлом приходили. Приезжали чужие люди. Метелев спрашивает меня. Живу ли я здесь и откуда? Я рассказал ему о себе, где учился, что закончил, откуда приехал, кем здесь в лагерь работаю. Что работаю по любви к детям. Ничего от этого не имею. Разговаривали о лагере. Метелев. Избрали бы вы другое место, где благоустроены корпуса и так далее. Я им отвечаю. Сколько сейчас отравленных детей? Привожу пример. В Ярославе где-то 150 детей отравлены. В Рубцовске в прошлом году. Мы жили в лагерях. Знаем не понаслышке, отвечаю я. Там разврат. Воспитатель с подопечной. Мы с вами на разных полюсах. У нас Господь норму устанавливает в душе. Совесть нам говорит, что нужно делать. Главная причина того, что творится в лагерях, это безбожие. У него еще нет никаких границ. Он на все пойдет. Метелев не задержится на одной теме. Быстро переходит на другую. В чем отличие вашей зарубежной церкви от русской православной? Я подробно рассказываю о декларации митрополита Сергия, о политическом разделении, о предательстве священников, о бегстве людей, гонимых за границу, и что учения у нас одно и то же, книги те же и другое. Подошел батюшка. На огороде он показывал Метелеву наш сад, вторую половину огорода. Зашел Хорошев, лицо надменное. Запомнилась фраза, которую он бросил, глядя вслед Игнатию Тихоновичу и Шойхету. Они пошли на пирс. Он сейчас долго будет говорить, заговаривать. Что-то в этом роде смысл такой. С хорошим хорошо не поговорить. Пытался, а молчит, варится в собственном соку своих мыслей, инструкций, правила, положено, не положено, дальше не идет. Пренебрежение на лице, ухмылка иногда. Далее отвел детей на картофельное поле, посоветовавшись с Наташей. Больше я никого не видел из членов комиссии. Воспитатель лагеря Стана Савченко Виктор Николаевич, 27 июня 2000 года. Уклонись и найдешь покой, Серахва, 20-2014. Когда приехала комиссия и СС, я была с Галей Можиной и Булдаковым Антоном возле бани. Мы стирали постельное белье, нас оповестили ребятишки. Потом за мной приехал Витя на велосипеде и сказал, что Игнать Тихонович просит меня прийти в лагерь. Детей успели спрятать от комиссии. Когда я подходила к лагерю, увидела такую картину. Петренко Владимир сидел вне лагеря в тихом одиночестве и нажимал эспандер, сидя на козле для пилки дров. Игнать Тихонович с Шохетом, Яков Нахамовичем, был возле качели и о чем-то душевно беседовали. Другая группа батюшка, Барабаш, Любовь, Потеева, Люба, Капустин, Татьяна, Солдан, Игорь, Хорошев, Евгений, Смирнов, Геннадий, стояли возле моей кели. Солдан громко возмущался, что нет вычисления калорий и меню. В аптечке нет трубки для тарахеостомы, что использует только реанимация при отеках горла или серьезных нарушениях дыхания. Я сперва подошла к Игнать Тихоновичу. Он представил меня Якова Нахамовича. Раньше я его никогда не видела. Больше всего меня поразило его доброе, открытое лицо. Он спросил, вам здесь нравится? Да, ответила я. Вот только комиссии нас замучили, жить нам спокойно не дают. На этот мой ответ его глаза выразили какое-то сочувствующее сострадание. Тут подошла Фатеева Львов Николаевна и позвала меня, сказав, что требует меня группа сессовцев, солдана. Я сразу не узнала его. Когда я была у него в кабинете, на приеме с Игнать Тихоновичем, он был спокойный, очень доброжелательный человек, желающий нам помочь. Здесь агрессивный, непримиримый, враждебный. Потом мы все пошли на пирс. Игнать Тихонович повел на огород, в баню. Туда пришел Игорь Николаевич, глав администрации села Корчино. Он беседовал со Смирновым, рассказывая, что Игнать Тихонович умело ведет беседы, выделяя и слова, и четко проводя свою линию. Когда вся группа с Игнатьем Тихоновичем шли по дороге от бани к лагерю, Яков Нахман и Шокин сказал, мы не имеем права с вас что-то требовать, так как вам ничего не дали. Приходько Николаевна, Наталья Николаевна, старший воспитатель, 27 июня 2000 года. Ну вот на сегодня все.